Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не отвлекайтесь на мирскую сторону Рождества. Многие люди напряжены в это время года, их волнует коммерциализация Рождества, или то, что Иисус родился не 25 декабря, или то, что дело не в толстяке в красном костюме. Правда? Мы и так это знаем. За всеми подарками и мирской стороной Рождества стоит рождение нашего Господа. И это время, когда мы повсюду можем рассказывать об Иисусе. Не переживайте из-за неправильных мотивов. Вы можете принести правильный мотив, и это огромное привилегие. Я также знаю, что это время года очень сложное для многих людей. Если вы пришли к этому празднику с разбитым сердцем, или с какой-то проблемой, то вам сложно праздновать. Но трудности делают нас только сильнее. Что бы то ни было, Бог вас не забыл. Не забывайте и вы, что радость Рождества в обещании надежды. Это обещание для вас тоже. Если вы живете неподалеку, то я лично приглашаю вас в нашу церковь, в канун Рождества. А в этот день у нас будут три праздничных богослужения. В 13.00, второе в 15.00 и последнее в 17.00. Они будут полностью одинаковыми. Они принесут вам надежду и помогут вам начать празднование Рождества вместе с Господом Иисусом. Веселого вам Рождества и до скорой встречи. Непременно присоединяйтесь к нашей церкви. Достаньте ваши конспекты. Это удивительное время года. Я обожаю Рождество и все, что с ним связано, а также привилегию отмечать рождение Иисуса. Я люблю огоньки, украшения, музыку, встречи, еду. Я понимаю, что люди могут подходить к этому с мирской точки зрения, но все равно за всем этим стоит рождение моего любимого Господа Иисуса. Поэтому, когда я вижу гирлянды и толстяка в красном костюме, я улыбаюсь. Потому что все это началось из-за Иисуса. Не будьте скруджем. Не нужно быть суперумным, чтобы кряхтеть и возмущаться. Найдите повод для праздника. Радуйтесь теми, кто празднует. Распространяйте радость Господа. Сейчас вторая неделя Адвента. Сотни лет церковь отмечала четыре воскресения, предшествующие Рождеству. И мы тоже хотим продолжить эту традицию. Итак, сегодня вторая неделя Адвента, и тема та же, что была и весь год. Через крест. Рождение Иисуса является неотъемлемой частью искупительного плана Божьего в Иисусе. Сегодня мы поговорим о Слове Божьем, Его ценности, и мы отчаянно нуждаемся в Слове Божьем в наших сердцах. Если вы еще не развели привычку ежедневного чтения Библии, то очень сильно рекомендую вам это. Может, вы хотите сделать это частью вашего плана в следующем году? Слово Божье в вашем сердце изменит траекторию вашей веры и жизни. Ничто не может заменить это. Ни посещение церкви, ни проповеди, ни прославления. Слово Божье в вашем сердце — это мощный инструмент. Мы не поклоняемся книге. Книга помогает нам узнать Бога. Это откровение о Боге и об отношениях, которые мы можем иметь с Ним. А сегодня мы поговорим о том, как Слово Божье информирует нашу жизнь и приносит нам осознание. Начнем со второй главы Луки. Лука рассказывает нам прекрасную историю о рождении Иисуса. Когда Иисусу было восемь дней, Мария и Иосиф принесли Его в храм для обрезания. Так они исполняли закон Моисея. Так делали все пару, у которых рождался сын. А Лука приподнимает завесу и приглашает нас в этот день. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Гласит 2 глава, 25 стих. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израильева. И Дух Святой был на нем. Мы рассмотрим два персонажа, которые принимали участие в благословении Иисуса в храме. Их звали Симеон и Анна. Было множество людей, чьи жизни изменила Иисус, и кто пережил сверхъестественное Божие вмешательство. Но мы не знаем их имена. Вдова из Наина, ее единственный сын умер, а это значит, что она осталась одна в мире. И Иисус случайно встречает это похоронное шествие и воскрешает этого парня. Но и парень, и его мать остаются безымянными для нас. Мы лишь знаем, что им посчастливилось пережить Божие вмешательства. Был еще отец, который привел к Иисусу своего сына, потому что у того были судороги. Он умолял Иисуса о помощи. «Иисус исцелил мальчика, но и сын, и отец остались для нас безымянными». В этом нет ничего плохого, но в Библии полно персонажей без имен. Поэтому, когда упоминается имя, то в этом есть что-то важное, какое-то великое откровение. И в этот раз мы знакомимся с Симеоном и Анной. Святой Дух открыл ему, сказано в 26 стихе, что он не умрет, пока не увидит Господнего Христа. Святым Духом Симеон пришел в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним то, что было установлено законом, Симеон взял его на руки и благословил Бога, сказав, «Владыка, как ты и обещал, теперь ты отпускаешь своего слугу с миром, потому что мои глаза увидели спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет откровения язычникам и славу народа Твоего Израиля». Отец и мать удивлялись тому, что было сказано о нем. Потом Симеон благословил их и сказал Марии, матери его, «Он будет причиной падения и возвышения для многих в Израиле и станет знамением, которое будет многими отвергаемым». Да и тебе самой меч пронзит душу. Через все это откроются тайные мысли многих людей. Остановимся тут. Очень драматичная встреча. Мария и Иосиф принесли ребенка в храм, чтобы исполнить требования закона. Их перебил этот человек. Мы знаем его имя, но мало что знаем о нем. После этого эпизода он снова исчезает. Написано, что Симеон был движим Духом. Здесь о Симеоне и Духе Святом сказаны три вещи. Дух Святой был на нем. Дух Святой открыл ему, что он не умрет, пока не увидит Мессию. А в тот день Дух Святой побудил его пойти в храм. Лука хотел подчеркнуть, что Симеон не каждый день бывал в храме. Но в тот день Дух Святой побудил его пойти туда. Лука говорит, что он получал откровение от Духа Божьего, а в этот день он был движим Святым Духом. Дух Святой принимает непосредственное участие в том, чтобы донести до Симеона, что тот держит Мессию. Я думаю, что нам с вами для жизни в это уникальное время тоже нужна помощь Святого Духа. Нам нужно распознавать Его голос и Его побуждение. Они не должны быть чуждыми для нас. Нам нужно научиться приглашать Святой Дух в нашу жизнь и строить с Ним отношения. Это не делает вас фанатиком, странным или сумасшедшим. Сотрудничество с Духом Святым не означает, что вы иррациональны или нелогичны. Это значит, что у вас есть направление или осознание от Духа Живого Бога, которое помогает вам в повседневной жизни. Нам это нужно. Симеон берет ребенка в руки и делает заявление. 29 стих. «Владыка, как ты и обещал, теперь ты отпускаешь своего слугу с миром». Жизнь Симеона была построена на Божьих обетованиях. Бог пообещал ему, что он увидит Мессию, и он держался за то обещание. Вы тоже можете доверять Божьим обещаниям. Открывая Слово, вы найдете Божьи обетования. «То, что Бог сказал, Он сделает для вас». И эти обетования должны стать основанием или краеугольным камнем вашей жизни. А в 33 стихе мы увидим уникальное утверждение. Отец и мать, Мария и Иосиф, удивлялись тому, что было сказано о нем. Симеон берет ребенка в руки и начинает провозглашать великие вещи, а Мария и Иосиф стояли и удивлялись. В моем воображении они переглядываются друг с другом. Когда Мария и Иосиф соглашались на это, у них не было полной картины. Историю помните, да? Они обручились, были молодые, жили в Назарете, в небольшом поселке с населением примерно 500 человек. К Марии пришел ангел и сказал, «Божье благоволение на тебе». Она подумала, «Странное приветствие, на тебе особое благоволение, и Бог избрал тебя для рождения Его Сына». Мария отвечает, «Вы ошиблись адресом? Я обручена, и в наших традициях это невозможно. Умная девушка, скажу я вам». Ангел ответил, «Все произойдет сверхъестественно». Так задумал Бог. Мария сказала, «Тогда да будет мне по слову твоему». К Иосифу тоже пришел ангел. Иосиф узнал о беременности Марии. На месте Марии я хотел бы, чтобы ангел посетил Иосифа в тот же вечер, что и меня. Но все сложилось совсем не так. Иосиф узнал, что Мария беременна, и решил не унижать ее еще больше и тихо порвать с ней. «Тогда пришел ангел и сказал, «Иосиф, не бойся взять Марию в жены». Вы представляете, что можно жить посреди задуманной Богом драмы и сражаться со страхом и тревогой? Я думал, что если что-то задумал Бог, то это будет полно радости и веселья. «Не бойся, Иосиф, ребенок в ней от Господа». Иосифу пришлось найти Марию и сказать, «Ко мне тоже приходили, но они не знают всего. Они знают лишь то, что родится ребенок». Ничто не говорит о том, что Бог показал им весь план. Он не рассказал им о хлеве в Вифлееме. Мне кажется, она по сей день достает его по этому поводу. «Вот, он не забронировал нам комнатку в Вифлееме». Ты знал об этом? Их не предупредили о пастухах, об ангелах в небе, о волхвах, которые следовали за звездой. Им этого не сказали. Также не сказали, что придется переезжать в Египет. Они не знали всей картины. Они знали лишь то, что родится ребенок. Ребенок родился, и они принесли его в храм. Подходит какой-то странный человек, берет ребенка. Мария и Иосиф с удивлением слушают его. Понимаете, следование за Господом не такое, как мы себе придумали. Бог не показывает вам всю картину и спрашивает, «Хочешь ли пойти по этому пути?» Бог приглашает вас сказать ему «Да, сегодня». Что вы скажете? Я не думал, что так будет. Я знаю, но давай продолжим идти. Спасибо за ваше внимание. Сложно поверить, что уже конец 18-го года. Кажется, совсем недавно мы праздновали Новый год и стояли на Божьих обетованиях. Бог сдержал свое слово, и у нас был прекрасный год. Мы видели, как Бог двигался невероятным образом. Недавно я был в Иерусалиме у американского посольства. Это было библейское чудо, которое я не надеялся увидеть в своей жизни. А сейчас это уже место, у которого фотографируются обычные туристы. Бог верный, и вы можете Ему доверять. Бог продолжает открывать двери для нашего служения. Радиостанция. Сами связываются с нами, чтобы запустить нашу программу по всей стране. Благодаря нашим программам и ресурсам нас часто приглашают в разные места, чтобы проповедовать там Евангелие. Благодаря спутниковому телевидению, наши программы выходят в эфир в Европе, в Азии, а также к нашей программе имеют доступ более 200 миллионов русскоязычных зрителей. Это похоже на время сжатвы для нас. Это также очень важный сезон, когда нужно нести истину об Иисусе с ясностью, простотой и смелостью. Я верю, что Бог готовил нас к этому и божественным образом соединил нас вместе для этой великой цели. А я приглашаю вас помолиться о том, чтобы инвестировать в это служение. Мы уже строим планы на следующий год. Бог открывает для нас новые двери, и обеспечение является очень важной частью этой работы. Один из наших партнеров решил подарить нам 250 тысяч долларов. Каждый доллар, который вы даете, удвоится, потому что вы инвестируете в Царство Божие. Ваше партнерство очень важно для нас. Поэтому хочу сказать спасибо за вашу верность и щедрость. И я хочу помолиться за вас. Отец наш Небесный, спасибо за возможность для проповеди Евангелия в это время. Помоги нам оставаться верными и смело двигаться вперед к тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Благословения вам. Благодаря щедрым зрителям, как вы, наше служение транслирует эту программу зрителям по всему миру. Наше вещание существует благодаря вам. Помогите нам приносить послания пастора, позвонив или посетив наш веб-сайт, чтобы пожертвовать. В знак благодарности за ваше даяние мы отправим цикл посланий пастора «Плоды Креста» и наш рождественский подарок из Иерусалима. Отправьте нам 50 и более долларов, и мы отправим вам книгу пастора Аллена «Плоды Креста». И помните, что сила Креста побеждает зло. Крест даст вам свободу. Спасибо за поддержку нашего служения. Вместе мы меняем мир. Понимаете, следование за Господом не такое, как мы себе придумали. Бог не показывает вам всю картину и не спрашивает, хочешь ли пойти по этому пути. Бог приглашает вас сказать ему «да сегодня». И что вы скажете? Я не думал, что так будет. Я знаю, но давай продолжим идти. Симеон говорит очень личные вещи. Этот ребенок станет знаменем, отвергаемым многими. Сын Божий, рожденный от Девы. И он столкнется с сопротивлением, откроет тайные мысли многих. А Марии он сказал, что меч пронзит ее душу. Душа — это ваши эмоции. Мария, сегодня этот ребенок приносит радость, но с ним будет нелегко. И это еще не все. 36-й стих. Там находилась также пророчица Анна, дочь Фануила из рода Асира. Она была в глубокой старости. Представляете, такое описание себе, а? Вы очень старый. Это уж слишком, как по мне. А потом сказано, Анна прожила 7 лет со своим мужем, а всю остальную жизнь она жила вдовой. Ей было 84 года. Что мы знаем об Анне? Мы знаем, что ее жизнь была непростой. Она вышла замуж в юности, но вскоре ее муж умер, и она много лет была вдовой. Она не покидала храма, день и ночь, служа Богу постами и молитвами. Мы понимаем, что жизнь Анны не была образцовой. Ее жизнь не была жизнью, о которой родители мечтают для своей дочери. Скорее всего, ее жизнь не была простой, но, несмотря на все разочарования, боль, потери, мы видим Божие предназначения в ее жизни. Анна посвятила себя Господу. Она не покидала храм и постоянно постилась и молилась. Не жаловалась, плакала и ныла. У каждого из нас бывают такие моменты, но мы не хотим там оставаться. В это время года сердечная боль и разочарование реальны, как никогда. Я не хочу, чтобы мы слишком быстро прошли мимо Анны, потому что, несмотря на разочарование, она обратила свое сердце к Богу и сказала, «Я буду чтить тебя. Я тоже хочу быть таким». Мало кто имеет идеальную жизнь, мало у кого в жизни полная идиллия, но при этом мы можем поставить на первое место Божьей цели. 38 стих. «Подойдя в этот момент к тем, кто принес его, она возблагодарила Бога и говорила о ребенке всем ожидавшим избавления для Иерусалима». В тот день у нее была проповедь для определенной группы людей. Храмовая гора — это огромная территория. На ней может уместиться смело 100 тысяч человек. Если нашу церковь поместить на эту гору, ее не будет видно. Я уверен, что в тот день в храме десятки родителей благословляли своих детей. Там были сотни людей, пары, радующиеся рождению своего ребенка, их родители, дедушки и бабушки, все нарядные, дети в лучших нарядах, все фотографируются и выкладывают в Фейсбук, Твиттер и в Инстаграм. Хотя, может, всего этого и не было в первом веке. Там было очень много людей, и многие из них ничего не знали. Их ничего не волновало, кроме их собственных детей. Там собрались их родные, близкие, затем их ждали праздничные обеды и так далее. Но там была группа людей, которая понимала, «Среди нас Сын Божий». Откуда они это знали? Господь помог им в этом, но все начинается со Слова Божьего. Они знали Божьи обещания, и из-за этого они понимали, в какое время они живут. Я хочу, чтобы такими же были и мы с вами. Я не желаю быть настолько заняты моими мечтами и планами, моими целями и моим идеальным сценарием, чтобы ничего не знать о Божьих целях и обетованиях, и о том, что исполняется в мое время. Меня заинтриговали эти слова. Анна говорила о ребенке, всем ожидавшем избавления для Иерусалима. Нечто подобное Лука сказала Симеоне. Я знаю, что вы уже перевернули страницу, но если вы вернетесь назад, я не буду говорить быстрее от того, что вы быстрее перелистываете свой конспект. В 25 стихе сказано, что Симеон ожидал того, кто принесет утешение Израилю. А Анна говорила к тем, кто ждал избавления для Иерусалима. В их сердце была какая-то цель. Они стремились к чему-то, что родилось в них из Слова Божьего. В этой истории есть еще один персонаж с похожими заявлениями. Евангелие от Марка, 15 глава, посмотрим. Это время распятия Иисуса. Он умирает на кресте, наступает шаббат, и они решают, что его нужно похоронить до захода солнца. Так мы знакомимся с человеком по имени Иосиф Аримафейский, или просто Иосиф. Он богатый человек, состоящий в правительстве Иерусалима. Он желает воспользоваться привилегией похоронить Иисуса в могиле, которую он приготовил для своей семьи. Итак, Марка, 15 глава, Иосиф из Аримафеи. Влиятельный член Совета, который сам был из числа ожидавших Божьего Царства. Именно на эти слова я хотел бы обратить ваше внимание. Иосиф выделяет то, что он сам ожидал Царства Божьего. Он не ждал нового политического назначения. В этом нет ничего плохого, но в жизни Иосифа было что-то куда более важное. Следующая фраза заинтриговала меня. Он осмелился пойти к Пилату и попросить тело Иисуса Христа. Иисус был приговорен к смерти. Публичной и унизительной смерти. Его отвергся недрион, его осудили римляне. Иисус токсичен, а сейчас он умер на кресте, а Иосиф был тайным верующим. Его вера в Иисуса не была при этом публичной. Если вы стояли рядом с Иисусом на площади, то вы рисковали всем. И сегодня мы немного понимаем это. Здесь сказано, что Иосиф осмелился с Духом. То есть у него было недостаточно смелости, и ему нужна была дополнительная смелость. А у вас? Тоже есть немного смелости, и она бы мне пригодилась. Вас можно попросить немного смелости взаймы? Скажите, у вас есть она? А у вас есть смелость? Иосиф рисковал всем. Я не думаю, что он шел к Пилату неврежно и развязно. У него участился пульс, вспотели ладони, а во рту пересохло. На кону стояло все. Он бывал у Пилата. Пилат знал его. «О, Иосиф! Рад тебя видеть, дружище! Мне нужно тело Иисуса! Повтори, что ты сказал! Что-что? Я думал, мы с ним уже покончили. Ты снова пытаешься вытащить его на публичную арену? Почему он это сделал? Иисус умер. Какой в этом вообще смысл? Он же не получит благословения за это. Иисус не похвалит его и не пригласит на свой следующий званный ужин. Он не станет близким окружением Иисуса, потому что Иисус уже умер. Зачем ему это делать? Мы знаем ответ. Сказано, что он ожидал царства. Это все, что он мог сделать, чтобы кто-то поспособствовал этому, и поэтому он собрался с духом. Вы знаете, что нужна смелость, чтобы следовать за Господом. Нужна смелость, чтобы отстаивать Иисуса. Но нам нужен взгляд Писания, чтобы понимать, на чем мы стоим. Божие предсказание продолжает исполняться на земле. Люди все еще видят то, что делает Бог. Я тоже хочу быть в их числе. Я хочу, чтобы вы были в их числе. Рождество — это удивительное время. Молюсь, чтобы этот месяц был полон радости, надежды и обещаний, и чтобы вы приблизились к Рождеству с предвкушением. Если это не так, то я хочу напомнить вам, что Иисус все еще царствует. У Него есть сила, возможность и желание вмешиваться в нашу с вами жизнь. В этом весь смысл Рождества. В темный мир Бог послал Своего Сына. Именно это провозглашали ангелы-пастухам на поле, и именно это Дух Божий провозглашает в наших сердцах. Итак, какими бы ни были ваши трудности, знайте, что сила Божия рядом, чтобы исцелять и освобождать вас. Вы не слишком далеки от Бога. Если вы повернетесь к Нему, то Он поведет вас в лучшее место. Какими бы ни были ваши трудности, Бог здесь. Иисус в мире и в нас с вами, чтобы мы приносили разницу. Какое же это удивительное обещание. Если вы живете неподалеку, то я лично приглашаю вас в нашу церковь в канун Рождества. В этот день у нас будет три праздничных служения. Приезжайте, и вы не пожалеете. Служения будут в 13, 15 и 17.00. Они будут одинаковыми. Мы вместе отпразднуем Рождество и причастимся. Если у вас есть время, приезжайте к нам, и это благословит вас. И напоследок я бы хотел помолиться за вас. Отец, спасибо за каждого человека. Я знаю, что они ценны для тебя. У тебя есть планы, цели для их жизни. Убери тяжести, отчаяния, которые они чувствуют сегодня. И наполни их сердца радостью от Господа. Спасибо за то, что ты исцеляешь, освобождаешь и восстанавливаешь. И мы полагаемся на тебя. Спасибо за твою благость к нам во имя Иисуса. Веселого Рождества! Вы важны для Бога. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном. А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном.